Святитель Анзлатоуст На 37 беседе на деянии святых апостолов говорит о взаимном согласии в мире В теле нашем есть согласие, потому что между членами его нет надменности А нет надменности, потому что все члены по необходимости имеют нужду один в другом Голова имеет нужду в ногах, а ноги в голове И между нами Бог устроил то же самое Но несмотря на то, что мы не хотим быть в согласии Хотя и без этого следовало бы иметь любовь между собой Не слышите ли, как внешние ученые осуждают нас, когда говорят, дружба полезна Миряне имеют нужду в нас, а мы существуем для них Так не было бы ни учителя, ни начальника, если бы не было учащихся и подчиненных И не являли бы они дел своих, потому что не могли бы Как земля имеет нужду в земледельце и земледелец в земле, так и здесь Какое воздаяние получит учитель, если он не может показать наученных им? Какое и учащиеся, если они не пользуются добрым учением? Таким образом, мы равно имеем нужду друг в друге начальники, в подчиненных, настоятели, в послушниках Ибо начальники существуют для других многих Никто ни в каком деле не может ограничиться самим собой Нужно ли будет рукополагать или давать советы и мнения Но получает такую честь собрание многих Даже бедные имеют нужду в подающих, а подающие и в приемлющих Будем внимательны друг к другу, говорит апостол, поощряя любовь к добрым делам евреям 10 глава 24 стих Посему много может общение с церковью И кто не может сделать чего-либо сам собой, то сделает вместе с другими Посему-то здесь особенно совершаются потребные молитвы о всем мире О церкви, во всех ее пределах, о благосостоянии, о находящихся в опасностях И Павел выражает это, когда говорит Чтобы за дарованное нам по ходатайству многих Многие возблагодарили за нас 2 Коринфянам 1 глава 11 стих То есть, чтобы воздана была благодарность многим И часто он и спрашивает себе молитых Посмотри, что и Бог говорит о неневитянах Мне ли не пожалеть Неневе, города Великого, в котором более 120 тысяч человек Иона 4 глава 11 стих Где двое или трое, говорит Христос, собранные во имя Мое Там Я посреди них Матфея 18, 20 Если же двое могут сделать многое, то не тем ли более многие Положим, что ты и один имеешь силу Но не столько, как с другими А почему ты один? Почему не собираешь многих? Почему не делаешься виновником любви? Почему не устраиваешься дружбы? Ты лишаешься величайшей славы добродетели Ибо как зло, сделанное по согласию с другими Более оскорбляет Бога Так и добро, сделанное по согласию с другими Более приятно Ему Не следуй, говорит Писание, за большинством на зло Исхода 23, 2 Все уклонились, все сделались равно непотребными Посолом 13, 23 И сделали подобными ликующим в злобе своей Позаботься приобрести себе друзей, прежде домашних своих Прежде всего прочего Если миротворец ест Сын Божий, Матфея 5, 9 То не тем ли более приобретающий друзей? Если только примиряющий называется Сыном Божьим То примиряющихся, делающих друзьями, чего не достоится Будем совершать эту куплю Враждующих между собой делать друзьями Соединять тех, которые не враги, не друзья между собой А прежде всего нас самих Ибо как тот, кто допустил вражду в своем доме И живет не в согласии со своей женой Не будет иметь доверия, когда станет примирять других Но услышит слова врач из Целистии, сам Лука 4, 20 Так точно и мы услышим здесь Какая же вражда у нас? Вражда души с телом, порока с добродетелью Прекратим же эту вражду, уничтожим эту брань Тогда и других будем разумлять с миром И с великим дерзновением, без упрека совести Гнев противится кротости Любостяжание противится презрению богатства Зависть противится доброжелательству Прекратим и эту брань Не зложим этих врагов, поставим эти трофеи Устроим мир и в нашем городе Ибо у нас есть свой город и управление граждан И множество пришельцев Изгоним пришельцев, чтобы не разратились наши граждане Да не входит к нам никакое чуждое и нездравое учение Никакое плоское мудрование Если заметим какой-нибудь помысл враждебный нам Но прикрывающийся одеждой гражданина Придадим его начальнику уму Много у нас таких помыслов враждебных по существу своему Но прикрывающихся кожей овечей Господу нашему слава по веки веков Аминь